Меня зовут Владимир Махилев, компания СВД Встраиваемые Системы, и я сегодня расскажу вам про инструментарий и комплект разработчика для операционной системы Нитрино. Сначала несколько слов о нас, о компании. Компания СВД ВС организована более 20 лет назад. Наш офис находится в Санкт-Петербурге, рядом с замечательным парком Победы. Большая часть нашей команды это именно разработчики, то есть компания сосредоточена на создании программных продуктов и обеспечении сервисов и выполнении заказных работ. Основные наши продукты это операционная система реального времени Нитрино, также это система диспетчерского контроля Фокус. Ребята разрабатывают у нас картографический пакет, и из новых разработок есть программный пакет ИИ, который, например, в частности обеспечивает такой интересный функционал, как проверка аномальной активности в операционной системе. Основной наш продукт это российская защищенная операционная система реального времени Нитрино. Сначала хочу специально и отдельно подчеркнуть, что полный центр компетенции по этой операционной системе находится в нашей компании, то есть мы контролируем и исходные коды операционной системы, и весь инструментарий, который используется для ее сборки и передается в дальнейшем заказчикам. То есть Нитрино это наша операционная система. Она построена на базе микроядра, что обеспечивает высокую отказоустойчивость, простоту и надежность. В первую очередь за счет того, что микроядро содержит в себе только базовый набор сервисов для выполнения базовых системных вызовов, передачи сообщений, а все остальные процессы операционной системы, включая драйверы и, допустим, дисковую подсистему, там, сетевую подсистему, являются обычными процессами, каждый из которых выполняется в изолированном адресном пространстве. То есть ошибка в одном из этих модулей, она не приведет к сбою всей остальной операционной системы. Нитрино обеспечивает работу в режиме жесткого реального времени. Мы замеряли эти характеристики на различных аппаратных платформах, в частности, на российском процессоре Байкал Т1, и, допустим, возьмем там Элвис, да, ARM V7, менее двух микросекунд составляет время реакции на внешнее прорывание. На Эльбрус 4С это время чуть-чуть повыше, да, но это связано с тем, что там использовалась другая конфигурация и PCI-плата ввода-вывода, поэтому и время подросло. Нитрино поддерживает широкий перечень процессорных архитектур. Это привычные всем X8.6, ARM V7, MIPS, ARM V8, но отдельно хотелось бы рассказать про поддержку российских процессоров. Это, в первую очередь, Эльбрус от компании MCST. Мы достаточно давно с ними работаем. Мы поддерживаем процессоры, как Эльбрус 1С, там и до 8С и далее. И вот, в частности, сейчас у нас идет работа по поддержке нового поколения. Это система на кристалле Эльбрус 2С3. То есть раньше у Эльбрусов был отдельный процессор, отдельный контроль у периферийных интерфейсов. 2С3 — это система на кристалле, которая объединяет в себе процессор. Ну, привычный, в общем, всем подход. Поддерживаются у нас процессоры разработки Московского института НИИСИРАН. Это так называемые MIPS-вместимые процессоры, в частности, вот их относительно свежие в М108. Очень давно мы сотрудничаем с зеноградской компанией Элвис, поддерживаем как их, наверное, одни из первых появившихся MIPS-ядер российских, так и ARM-процессоры. Работаем, ведут сейчас работы, рассматриваются, вернее, нами работы по поддержке их процессоров на архитектуру ARM V8, ARM 64. На уровне самой архитектуры, в операционной системе мы их поддерживаем. Но необходимо разработать пакет поддержки плат именно для конкретного процессорного модуля. С процессорами Baikal Electronics мы поддерживаем Baikal T1, это MIPS-32 процессор, на базе ядра MIPS-32. И точно так же процессоры на ARM V8 мы поддерживаем на уровне архитектуры. Переходя к комплекту разработчика и нашему инструментарию, хотелось бы немножко сначала ввести понятие, что мы проводим разделение на инструментальную хост-систему, это привычные всем компьютеры с Linux, и средствами разработки, и целевую систему. То есть операционная система, она выполняется на, допустим, некой плате, да, или каком-то промышленном компьютере. Разработчик, он использует обычный привычный ПК. Для этого компьютера мы поставляем инсталлятор, который содержит в себе единый комплект для установки как инструментальных средств, так и компонентов целевой системы. Поддерживается установка в графическом режиме и в консольном. Какие требования мы предъявляем к дистрибутивам Linux? В первую очередь, это должен быть 64-разрядный дистрибутив, поскольку мы используем 64-разрядные тулчейны. Он должен содержать в себе глипси, ну, скажем так, не самую старую. В принципе, это все дебиан-бейс дистрибутивы на альт-рабочей станции. Ребята проверяли, все работает. И отдельно хотелось бы рассказать про поддержку Astralinux SE 1.6. Мы достаточно давно с ними взаимодействуем, в частности, на уровне целевых систем нами обеспечена совместимость по мандатным меткам протоколов сетевого взаимодействия. И относительно недавно нами было с ними, с группой компаний Astra заключено партнерское соглашение, которое включает в себя в том числе и поддержку разработки и поддержку разработки по ответственному назначению комплектом разработчика Nitrina на хост-платформе Astralinux. То есть заказчики, допустим, в последнее время достаточно часто обращаются именно с использованием Astralinux, то есть наш комплект разработчиков, и вот мы оказываем им поддержку. Что в себя включает комплект разработчиков? В первую очередь это компилятор, компиляторы GCC 8.3 и консервативная старая версия 4.8.3, вдруг кому-то она зачем-то понадобилась. И для архитектуры Эльбрус это оптимизирующий компилятор LCC разработки MCST. Ну, кроме этого, конечно же, Binutils, отладчик GDB, утилита сборки для сборки MAKE, базовый статический анализатор, об этом еще немножко скажу позже, трассировщик Valgrind, библиотеки модульного тестирования, и последнее, но не по значимости, это инструменты для подготовки так называемых загрузочных образов операционной системы и образов файловой системы. Разработка для нейтрино ведется на языках C и C++ с поддержкой всех базовых стандартов, также поддерживается Python 3.9, и за счет того, что, переформулирую, мы обеспечиваем кросс-компиляцию в том случае, когда необходимо выполнение на целевой системе расширения Python, который содержит в себе, допустим, ставки C-шного кода. То есть вы на инструментальной системе их кросс-компилировали и затем на целевой системе выполняете. В качестве IDE используется QT Creator 6.0.2, он настроен на использование инструментария нейтрино, то есть это компиляторы, и поскольку комплект разработчиков содержит целевые и целевые, в том числе компоненты, то библиотеки QT версии 4 и 5, что, скажем, упрощает жизнь разработчикам, поскольку библиотеки идут в комплекте с инструментарием. QT Creator поддерживает сборку проектов с помощью CMake и QMake, также поддерживается переключение инструментария на лету, то есть, допустим, мы хотим собрать программу для одной архитектуры, в настройках QT Creator можно переключиться на другую архитектуру. Для взаимодействия, для отладки и взаимодействия с удаленной системой обеспечены сервис поверх SSH. Кроме этого, туда включены базовые примеры приложений для нейтрино, и несколько нами была улучшена локализация. Что из себя представляет наша, что поддерживает наша сборочная система? Сборочная система обеспечивает сборку приложения для разных процессорных архитектур. Это могут быть как все, так и только необходимые, то есть обеспечивается выбор компилятора. Это, соответственно, либо компилятор GCC, либо для Эльбруса LCC. Кроме этого, как я говорил ранее, поскольку мы обоставляем две версии, переключаться между ними можно с помощью специального простого скрипта. Эльбруса LCC поддерживает все классические сборочные системы. Это как Make на основе Make файлов, так и GNU Auto Tools и Configure, CMake, Mizon, ну и поскольку Qt Creator, то и Qmake, конечно же. Переходим к самому интересному. Это пример сборки проектов. В Neutrino можно как без, в общем-то, особых сложностей собрать и достаточно тяжеловесные графические проекты, так и нечто достаточно простое. Но вот ребята мне сказали, что Fallout они собрали вообще без каких бы то ни было изменений в исходном коде. Но мы возьмем с вами пример попроще. Это библиотека PNG. В общем-то, клонируем ее ванильные исходники. Далее нам необходимо добавить сборочное окружение для Neutrino. Это можно сделать либо с помощью команды addvariant с указанием архитектур, для которых мы собираем. На первом этапе так сделать проще, но в дальнейшем эти созданные конфигурационные файлы можно просто банально копировать из одного проекта в другой. В общем-то, на выходе addvariant нам даст готовый проект, в котором будет достаточно набрать make или make install, и в каталогах NTO с названием архитектуры мы получим результирующую бинарную сборку. Заглянем немножко под капот, что из себя представляют конфигурационные файлы. В общем-то, шапка и строчки снизу — это некое базовое наполнение. Нам здесь представляет интерес только одна строчка с передачей флагов для CMake через макро CMake flags. Допустим, мы не хотим собирать статическую версию библиотеки, и хотим собрать тесты. Для этого достаточно передать CMake вот только два этих флажочка. Кроме этого, библиотека PNG поддерживает сборку с помощью GNU AutoTools и конфигур. Если мы хотим переключиться на такой тип проекта, то мы меняем наш конфигурационный файл common.mk, и в нем появятся, допустим, строчки уже для конфигура. В общем-то, ничего здесь тоже сложного нет, это просто обыкновенный классический опция конфигура. Если необходимо задать опцию для какой-то конкретной процессорной архитектуры, например, мы хотим подключить расширение ARMv7 Neon, то можно использовать вот такую конфигурацию с указанием конкретной процессорной архитектуры. Далее, если требуются какие-то изменения в коде программы, портирования исходных кодов, то можно использовать набор системных макросов, которые мы поставляем. То есть, если, допустим, у нас там заголовочный файл для Linux, а нам нужен для витрина, мы можем с помощью макроса это переключить. Или в Linux там используется функция useLib, а у нас используется функция delay. Какими потенциальными проблемами мы можем столкнуться и обычно и сталкиваемся, когда портируем open source? Ну, тут, конечно, перечень далеко не полный, но вот то, с чем приходилось столкнуться, это, во-первых, неучтенные особенности, что системы могут быть не только 32-разрядными, но и 64-разрядными. Это разные Endian, big little Endian, это выравнивание данных и обращение к невыровненным данным. Например, то, что на x86 корректно отработает, на ARM или MIPS, оно по умолчанию приведет к ошибке SIGBUS. А если мы включим программную эмуляцию обработки этой ошибки, мы драматическим образом повысим время выполнения этого кода. То есть вот эти вот вещи, их необходимо учитывать в ходе портирования приложения для разных процессорных архитектур и то, что обеспечивает нам нейтрино. Далее, для отладки используется классический GDB, для удаленного подключения сервис PDBug. Если программа на целевой системе упала, и мы хотим проанализировать ее посмертный корр файл, используется сервис Damper. И также поддерживается загрузка отладочной информации в аппаратные G-tag, что может быть полезно, если идет речь о, допустим, какой-то низкоуровневой работе с железом или там запуске на новых платформах. Отдельно хотелось бы еще сказать про интеграцию с статическим анализатором от SP Run Swayze. Он достаточно прозрачно встраивается в сборочную систему нейтрино, то есть мы вот в проекте, который только что создали, инициализируем Swayze, затем выполняем команду Swayze Build и, в общем-то, на этом готовы загружать отчет в веб-сервис, например, в веб-сервис Swayze, ну или там анализировать, анализировать локально. Мы предоставляем в нашем гидробозитории базовые примеры исходных кодов, там драйверов, некоторых портированных open-source проектов, ну и последний оплот каждого разработчика, документация, она у нас представлена на сайте и содержит не только там описание бинарных компонентов операционной системы драйверов, но и API. Резюмируя все вышесказанное, нейтрино, комплект разработчика нейтрино обеспечивает использование привычного инструментария для разработки ПО для встраиваемых систем реального времени. Одна из особенностей то, что разработка может вестись для всех сразу или только необходимых процессорных архитектур, и кроме этого обеспечивается использование, в общем-то, привычных и удобных инструментов для переноса проектов с открытым исходным кодом. Спасибо за внимание. Спасибо. Вопросы? Здравствуйте. Вопрос по поводу доступности для образовательных целей и каких-то этих ваших решений. То есть у меня есть такая дисциплина в университете, у меня есть Аль, я хочу со студентами поиграться с такого рода штукой. Вы обратились прямо по адресу. Я вот в докладе об этом не успел рассказать, но у нас есть академическая программа. Более того, у нас есть даже специально уже заранее подготовленная академическая версия и инструментария и дистрибутива для вузов. Наши сотрудники, они исторически с самыми разными вузами взаимодействуют, ведут в них пары, поэтому обращайтесь. Академическую программу мы сейчас стараемся очень активно развивать, это в наших интересах, поэтому все предоставим, все покажем, все расскажем. Подходите. Хорошо, а вот там дополнительно по лицензионному ограничению не очень понятно, собственно, что вы лицензируете, что вы продаете, вот эта часть она как-то выпускается, и становится неясным, какой набор артефактов таки доступен, на какой он имеет ограничения и в чем они заключаются. Для академических целей? Нет, вы на самом деле. Алло, алло. У меня он не очень слышал, да. В чем ограничения, которые будут у разработчика, который будет использовать, ну и, да, наверное, у студента, который будет пробовать использовать. Вот можете как-нибудь кратко прояснить вот лицензионную политику вашего продукта? Скажу так, Нитрино – это коммерческая операционная система, то есть она, естественно, продается, лицензируется, комплект разработчика – это коммерческий продукт, мы предлагаем клиентам подписку на обновление, как на операционку, так и на инструментальные средства, то есть лицензируется операционная система. Далее, для академических целей все это предоставляется нами бесплатно, и в рамках ВУЗа для исследовательских задач все это никак не ограничено, и, пожалуйста, исследуйте, создавайте проекты, запускайте. Когда дойдет до какого-то, скажем, коммерческого использования и тиражирования, приходите и обсуждайте условия. Да, понятно, ну, да, наверное, отдельно еще покажемся, спасибо. Подходите, да, конечно. Подскажите, пожалуйста, что вы подразумеваете под жестким реальным временем, и как, соответственно, это соотносится с динамической оперативной памятью на заявленных целевых платформах? Ну, во-первых, динамическое распределение памяти можно несколько ограничить, если имеется в виду тот же лази-маппинг, да, он отключает сон? Нет, нет, DDR, динамическая оперативная память, не срам, а драм. Тогда я не совсем понял вопрос, если вы имеете в виду динамическое выделение памяти во время работы? Нет, нет, сама платформа, время обращения к оперативной памяти. А, все, понял ваш вопрос. Ну, дело в том, что он уже ограничен сверху. То есть жесткое реальное время, оно подразумевает максимальный, да, параметр задержки, который... А, то есть под жестким реальным временем вы подразумеваете гарантируемое время ответа максимальное? Конечно, конечно, жесткое реальное время не означает быстро, оно означает предсказуемо. То есть когда я поговорю вам о том, что мы... Ну, в литературе, это кажется, что это не мягким реальным временем. Спасибо. То есть когда я говорил, что мы две микросекунды реагируем на внешнее прорывание, это означает самый-самый худший сценарий. Это когда у нас наложились все самые неудачные события друг на друга. У нас данные выпали из кэша, нам одновременно пришло прорывание от системного таймера, у нас там, допустим, ядро какую-то работу решило выполнить. То есть реальное время реакции на прорывание, там, среднее или минимальное, оно может составлять, там, вообще сотни наносекунды, но худшее время, вот это то, что подразумевается под жестким реальным временем. Следующий вопрос. Добрый день. Слышно? Слышно. Спасибо. Скажите, а я правильно понимаю, что в микроядро у вас QNX, да? Нет. Вопрос ожидаемый. Готовились мы на него ответить. Наши пути с канадской, канадской компанией QNX разошлись очень-очень давно. То есть компания SVD-встраиваемая система, она более 10 лет назад по лицензионному соглашению получила полные исходные коды операционной системы, и дальше мы с ними под углами 45 градусов пошли в разные стороны. Я просто вам отмечу, что текущее состояние QNX – это поддержка двух протестерных архитектур. X86-64 и ARM. Все. У нас поддерживается Elbrus, MIPS, тот же самый ARM, PowerPC. То есть мы все это время нарабатывали как бы дополнительные изменения, которые, ну, скажем, очень сильно нас отличают уже от QNX. У нас свой инструментарий, свои библиотеки, своя графическая подсистема. Ну, то есть вы, получается, начально взяли не Таина в качестве микроэтру основы, дальше его дорабатывали, развивали, а юзерспейс, вы частично свой писали, частично, я правильно понимаю, что там NetBSD и RAM, нет? Нет, не совсем. Это по сексовместимая операционная система. Какие-то части нам действительно было проще ближе брать из BSD, в частности NetBSD, там это сетевой стек, некоторые сетевые драйверы, но, вы знаете, в последнее время, ну, я думаю, все понимают, что, по сути, промышленный стандарт — это Linux, поэтому многие исходные коды, конечно, подсматриваем и там, и в Linux в том числе. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Есть ли время на вопрос? Есть еще минутка. Товарищи. Вставай, давай, лови. Почти. Не поймал. Спасибо, очень интересно. Продолжение QNX. У вас так же, как в QNX. Поближе микрофончик, плохо слышно. Менеджер памяти где работает? В пространстве с наименьшим уровнем привилегий или в пространстве пользователя? В ядре, конечно. В микроядре. То есть менеджер памяти — это один из составных модулей микроядра. Оно включает в том числе менеджер процессов, ну и менеджер памяти. И менеджер процессов тоже там же. Да? То есть это не микроядро. Вопрос понятен. Спасибо. Ну, видимо, все. Больше нет времени, я так понял, да? Хотя... Ну, пока идет следующий докладчик. Не знаю. Так. Здесь две презентации. Какую запускать? Я уже ждал тебя вообще какие-то вопросы вообще. Нет, не надо? Ну ладно. Все, хорошо, тогда...